Всем привет! Видите, у меня тут куча продуктов, не нужных, наверное. Короче, сходили мы в Lidl и сегодня решил в этом выпуске показать вам обзор таких мензерей, разных снеков, пельмешек, разных сыров и всего прочего, что можно покупать по акции в немецком магазине Lidl, который находится в Чехии. Итак, ребятки, короче, что мы сегодня купили? Купили мы вино, купили сангрию, мы любим такое вино, это испанское вино, полтора литра за 60 крон. Дальше у нас есть здесь сыры, сыры есть нарезанные, вот такие вот, сейчас проходит итальянская неделя, и это большой XXL тыдень, так сказать, на чешском, это XXL неделя, большие объемы, здесь все в больших кабинах продается. Нарезанный такой сыр стоит 129 крон, такая вот пачка, ну так надолго можно себе на бутербродики, так и на все остальное, до сентября срок годности. Дальше мы покупали, вот купили конфетки, вот 400 грамм, такая вот пачечка, стоит 50 крон. То есть, если брать по курсу, там, посчитайте, какой сейчас курс, чтобы понять в гривне, сколько стоят такие конфеты. Дальше взяли мы себя побаловать, такие большими чипсами, тортилу, такие вот взяли, здесь у нас 375 грамм, пачка тут у нас цена 35 крон, балканский сыр, тоже можно сделать грецкий салатом, либо еще что-то, вот такие вот три пачечки, в каждой по 200 грамм, такой вот XXL Balani, то есть, большая упаковка, здесь цена у нас 79,90, то есть, 80 крон, 3 пачки, 600 грамм сыра за 80 крон, прикольный, вкусный сыр. Дальше купили мы лосось, сейчас тоже по акции, лосось у нас тут есть два вида, есть за 105-45, это у нас вот такой вот лосось свежий, то есть, его можно потом уже готовить, выпекать, запекать, кто что хочет, там делает, получается килограмм у нас стоит 300 крон, вот, а здесь у нас 390 грамм, вот вышло там 117 крон, такой вот кусочек лосося, еще и скидка была, мне подсказано, 10%, так что он вышел за 105 крон. Так, купили мы еще пельмешек, тут разных видов итальянских, томата, моцарелла, сыр, и вот такие вот, Марьяха себе выбрала какие-то малыши, капеллетти. Короче, стоимость по 500 грамм, здесь каждая стоимость получается по 40 крон, то есть, такие вот пельмешки, так что можно вот покупать, будем сегодня пробовать, что там. Купили из сладостей такие вот трубочки, вот 500 грамм, трубочки такие по стоимости 50 крон. Так, дальше мы взяли вот такие вот намазки, тоже по 300 грамм, очень удобная, классная упаковка, можно надолго мазать себе на бутерброды, такие вот разные вкусы тут, такие намазки стоимостью сейчас по 25 крон, то есть, за 300 грамм очень хорошая такая упаковочка. Вафли бельгийские, вот взяли себе такие вот разные, запечатанные, надолго хватает, тут у нас по 550 грамм, такие пачки, так, тут у нас по 40 крон. Взяли мы орешки, вот такие вот лесковая ядра, за 500 грамм просят 130 крон, вот такая вот ценовая политика фельд, пашки у нас тут есть, калифорнийские тоже пачка полкило, 169 крон, вот разные вот такие вот конфетки ментоловые по 23 крон, вот такие вот по 20 крон, тут уже по 150 грамм арахис в шоколаде, ну и взяли вот такие вот разные с кислинкой, там 480 грамм за 37 крон. Так, вот сосиски такие вот взяли, стоимостью 70 крон за 700 грамм, какие-то Страсбургские парки, вот, потом взяли вот такой вот лавашик, тут его тоже очень много, 740 грамм, тут у нас стоимость такого лаваша тоже 40 крон получается, да? Да, 39 или 34, не знаю. 39,90 такой вот лаваш, ну и взяли вот копченого лосося, 220 грамм за 130 крон, это ужинный лосось. Еще взяли вот йогурт, йогурт у нас тут получается 8 пачек по 125 грамм в пачке, то есть такой вот килограмм, да, получается йогурта, это у нас за 40 крон. Такие вот штуки, такие-то вещи. Так что, короче, натарились мы тут на больше чем 1000 крон, но будем кушать, наверное, долго это все. Так что обзор проведен, смотрите, оценивайте, сколько что стоит в Украине, можно ли в Украине, там, или в других странах России, Белоруссии накупить за эти деньги такой набор себе, я не знаю. Позже, может быть, там проведу уже обзор по овощам, по фруктам, поэтому смотрим, подписываемся, ну и не забываем поставить лайки за это видео. Так что всем удачи, до новых выпуска, всем пока!